Обратите внимание, как секретарь наблюдает налево, направо, на черную мантию на вас, на черную мантию на вас. Как это, как из амбразуры наблюдает за процессом. По ее глазам видно, что она удивлена такому процессу происходящему. Как так? Че это вообще, этот Исимбаев или кто он там, так странно себя ведет. Мало того, что пришли каких-то непонятных живых, так еще и Исимбаев себя по-другому ведет, не как обычно. Ну че, поехали. Сейчас мы это все будем разбирать дословно. Первая ваша ошибка, что вы сели. Вы зашли на чужую территорию без хозяина. Даже не как гость, а как равный. Присел это значит присягнул. Почему, когда приносят присягу, встают на одно колено. Пришли, да еще и уселись, как у себя дома. Да, у нас фамилия не явилась. Представьтесь, он говорил слово, что ты не вещь, ты не табуретка, а ты живой, у тебя есть душа. Ей в определении написали, что персона не явилась. Ты пытаешься слепить живого мужчину вместе с лицом. Зачем? Пофантазируй, представь. А именно представь, то есть пофантазируй. И ты начинаешь фантазировать. Я живой мужчина, хозяин имени Антона. Я расписался этой фиолетовой ручкой. Уперев он натаривался, свет пропал. Говорят, а как так? Вулгакова паспорт на руках. В реестре граждан Российской Федерации он не значится. Он говорит, для начала встаньте. Почему садиться еще опасно? Видите, как хитрый? На каждой букве, на каждом слове подлов. Черная мантия сказала, к вам обращаюсь. Надо было уточнить тут же. Кому? Не давать ему спуска. Держать его в напряжении. И я думаю, ему скоро обратка за это прилетит. Вот он опять две попытки делает навесить персону. И тут черная мантия сама себе устроила ловушку. Все, что касается персоны, не отвечать за персону вообще. Ты сам себя в болото можешь загнать. И не факт, что ты оттуда выплавишь. Все, ищи сам эту персону. Я за тебя ее искать не буду. Я ставлю вопрос перед судом. Вот он, вот его главный вопрос. Отвод заявляет, кто? Все, вы ввязались в процесс. Начали пояснять. То есть сами на себя взяли вот эту роль. Вот, соответственно, он вас на этом поймал. Я ничего за персону пояснять не буду, не хочу. И в процесс ввязываться не буду. Вот вы продержались ровно 7 минут 7 секунд. Не предусмотрено законодательством РФ привлекать к ответственности мужчину и женщину. Опасно быть судьей. Опасно, очень опасно. Поэтому у них руки и дрожат. Это самый лучший аттракцион. Именно там можно понять, кто ты и что ты, и на что ты способен. Всем привет. Начинаем рассматривать видео. Мне прислали очередное видео из заседания, якобы судебного. То есть это, я так понял, предварительное слушание. На предварительном слушании я четко услышал, что была найдена персона. И даже несмотря на то, что двое живых пытались вдвоем совместно уговорить вот эту черную мантию, что явились живые и что суда на самом деле нет, но тем не менее они сами же своими словами подтвердили, что суд есть и явилась именно персона. Сейчас мы это все будем разбирать дословно, поминутно, с остановкой на паузу, с вопросами, с разговорами. В общем, поехали. Вы мне скажите, вот в начале видео, видео не с самого начала заснято. Там непонятно, как вы зашли вообще, как судья сказал, представьтесь. Вот эти моменты расскажите до того момента, как до начала видео. Вот он говорит, якобы судья, говорит, что у нас такая-то фамилия не явилась. Вот до этого момента что вообще происходило? Мы в зал зашли, секретарь сказал, проходите, сели, там на лапку, на лапке, да? Все, зашел судья, встать, суд идет. У нас ноль реакций, никто не стал, никто не прореагировал. На встать, суд идет. Подожди, вы вообще стояли или хоть раз садились? Сидели, сидели. А зачем вы сели? Ну, не знаю. Зашли, сели в зал. Нас пригласили, мы зашли, туда сели. Ну вот смотри, первая ваша ошибка, что вы сели. А зашли как? Вы сказали там, вы нас приглашаете? Слушай, вот я сейчас прям до деталей не помню вот это. По-моему, секретарь сказал, проходите. Мы ничего не спрашивали, но прошли. И все. И типа сейчас... Дело в том, что мы, Антон, мы зашли, нас пригласили минут за 10-15 до появления судьи. В пустой зал зашли, сели и минут 15 сидели, ждали. Поясняю, что вы сделали. Вы зашли на чужую территорию без хозяина. Понятно. По законам РФ, если преступник проникает в любое жилое помещение или на частную территорию без приглашения хозяина, это считается незаконным проникновением на частную территорию. Вот если вас пригласили, то тут надо было сказать сохранение всех прав и свобод, вот как я делал. Тогда вы заходите даже не как гость, а как равный. А если вы просто по приглашению заходите, то вы в гостях у хозяина. Ну, так вот, логически. Плюс... То есть, нам нужно было уточниться. Вы приглашаете нас в сохранении всех прав и свобод. Правильно? Да. И дождаться ответа. Потому что многие просто задают этот вопрос и проходят. Ясно? Понятно. Да. Дальше. Вы зашли и сели. То есть, вы согласились со всем, что здесь происходит. Когда вы садитесь, почему судьи просят и требуют даже, и даже заставляют всячески садиться? Присел, это значит, присягнул. Буквально. То есть, присел, согласился со всем, что он тут говорит. А когда, наоборот, вы стоите и ни разу не присаживаетесь, то получается, наоборот, черная мантия с вами согласна. И секретарь тоже согласен. Ясно? Понятно. Присягнул. Да. Вот я разбирал два года, два с половиной года назад слово присяга. Я пришел к выводу, что присяга это может быть от слова присел. То есть, присел перед кем-то. Вот вы буквально присягнули перед ним. Почему, когда приносят присягу, встают на одно колено? В английской короне, помните там, как этих сэров посвящают в рыцари или в сэры? А они встают на оба колена. Ну, ясно, да, смысл? То есть, стоим, не садимся. Да, да, да. И даже если вы в качестве слушателя зашли, то желательно стоять. То есть, как челобитную царю подаешь? Ну, типа того, да. Какой стороной залом находиться надо? Справа, слева? Вот в этом я еще не разобрался. Дальше, когда вы зашли, вы первые зашли. То есть, вы уже преступники как бы. То есть, вы, он заходит, он возвращается к себе на судно, смотрит, у него какие-то преступники, которые без разрешения пришли, да еще и уселись, как у себя дома. Естественно, ему это не понравилось. Он попросил вас представить, наверняка представиться. Как вы представились? Ну, там уже видео есть, живой мужчина там, живой мужчина там. Не-не-не, нету там. Там он уже просто переспрашивает по поводу фамилии. То есть, он говорит, а, у нас фамилия не явилась? Нет, мы как живые мужчины. Ну, он спрашивал, мы говорили, кто мы есть. И говорили, что живой Андрей, живой Борис, живой Сергей. Так, говорили. Народ, подключайте, пожалуйста, телевизор. Я спрашиваю, в качестве кого вы здесь тогда присутствуете? В качестве слушателя? Это дальше будет. Не скораться. Подождите, это дальше будет. Интересует самое начало. Представьтесь, он говорил слово? Не помните? Ну, именно представьтесь, по-моему, там было что-то такое видео, там мы говорили ему, кто он есть. Это не засняли, но самое начало. Он спрашивал документы, там документы есть, нет, живыми там нужными документами. Нет, нет, это все дальше, Сергей. Это все дальше. В самом начале. Ну, короче, вы не помните. Хорошо. Вот даже сейчас вы отвечаете, вы говорите там, живой Сергей. Сергей – это имя. Получается, вы явились именем. Есть большая разница, понимаете, между тем, что ты сказал, я живой мужчина, Антон, и между я живой мужчина, хозяин имени, Антон. В первом случае это все равно имя, во втором случае это живой мужчина с именем, Антон. Ясна разница? Ну, а если назвать собственным именем? Ну, можешь так сказать. Живой мужчина с собственным именем. Ну, а сейчас вы по-другому немножко сказали. Хорошо. И вообще, Антон, скажи, есть принципиальная разница живой мужчина с собственным именем, допустим, Борис, или собственностью имени? Ну, в принципе, без разницы. Главное, что ты себя именем не назвал. Ну, то есть, да. И, допустим, я живой мужчина с собственным именем Борис, или я, живой мужчина, с собственностью имени Борис? С собственностью в виде имени. Ну, или в виде, или имени. Может, по-хороше здесь, да. Ну, да. С собственностью... Вообще, говорят, с имением. Имя, это же имение. С собственным именем или с собственностью имени? Да без разницы, я еще раз говорю. Главное, что ты провел четкую линию между живым мужчиной и именем. Ясно? Понятно, понятно. Антон, а вот еще момент такой. Вообще, насколько принципиально говорить живой? Просто мужчина с именем. Или мужчина имени. Без живой. Это принципиально. Потому что мертвым являются все персоны. Они их специально... Может ли быть мужчина мертвый, если он пришел? Хороший вопрос. Вся тема живых основана именно на слове «живой». Что ты живой пришел. Что ты не вещь, ты не табуретка. А ты живой. У тебя есть душа. Ты двигаешься, ты дышишь. А если говорить, явился мужчина с именем? Ну, попробуй, протестируй. То есть, вместо «живой» просто он проявился, он явился. Вот в данном месте он, мужчина, явился. Мертвый он не может явиться. Тут еще опасность со словом «явился» надо еще разбираться. И со словом «представьтесь». Тут есть... Представьтесь, согласен, да. То есть, тут может быть, что наоборот, как бы умертвил себя, представился. А «явил», то есть, он проявил. Он, наоборот, как бы создал. Да лучше вообще эти слова не употреблять. У меня просто наоборот, к слову «живой» есть вопрос. Насколько вот это уместно, говорить слово «живой». «Живорожденный» – это понятно. А вот «живой». То есть, если я разговариваю, я уже не мертвый. Не факт. Роботы тоже разговаривают. Телефоны разговаривают. Прямо представьтесь. Ну, есть мнение, что представляются только мертвые. Ну, я не согласен с этим. Как бы еще нужно разбираться в этом. Это все нужно тестировать и на практике. Мне уже поступил один пример, что женщина не представилась и не сказала, что она явилась. Она познакомилась. Она говорит, давайте познакомимся. И ей в определении написали, что персона не явилась. Потому что по законам РФ устанавливается именно явка персон. Точнее, лиц. Там у них прямо в инструкции в любом кодексе написано «Устанавливается явка лиц сторон». Антон, смотри, в протоколе-то там написано, что они персону-то не выявили. То есть, ну, как бы ответчик там, или как они записали, не явился, не найден ли, не явился. В протоколе записано. У вас? На бумажном. Да. Вот по этому заседанию. У меня же протокол-то бумажный я же взял. Они там много чего написали, такого, чего не надо было. Они написали, что как будто бы я представлялся персона. То есть, окончание не «ы», а «а» поставили. А ответчик не явился, да, по-моему, по-моему, на экране? Нет. Андрей, ты можешь продемонстрировать сейчас протокол на экране? Личность не установлена. Продемонстрировать протокол, Андрей, может на экране? Короче, потом пришлёшь. Это нужно дословно читать, потому что ты уже несколько раз по-разному сказал. Там каждая буква имеет значение. Дальше слушайте, пожалуйста. Ещё есть вопросы? Да, по поводу «явил себя мужчина с именем в лице». То есть, вот формулировка вот эта вот. «Явил себя мужчина с именем, допустим, Алексей». И вообще, насколько уместно лицо использовать формулировку на суде? И вообще в документах? Пример. Вместо «заявитель», допустим, «мужчина в лице». В лице? Как это «мужчина» может быть в лице? Лицо, лицо, лицо. В виде. В лице. Ну, я не помню, вот у меня просто была какая-то формулировка «ладно, опустили». Ну, вообще, слово «лицо» вот. Лицо – это персона. Лицо – это персона. Ну, а зачем ты на мужчину сам навешиваешь лицо? Мужчина, да ещё и в лице. А с лицом? Алексей, какая разница? Давай не путай. Ты опять, ты пытаешься слепить живого мужчину вместе с лицом. Зачем? Ты можешь сказать «хозяин такого-то лица» или «учредитель», или «бенефицарий такого-то лица». То есть, провести… Владелец. Да, владелец. Провести чёткую линию. Разграничить. Владелец лица. Да. Всё, теперь понятно. Мужчина – владелец лица с именем. Вот так вот. Можешь так сказать. Для чего нужно именно сказать «живой»? Потому что у них все персоны считаются мёртвыми. Здесь Курат. В курсе, да, такой был приказ? Что все считаются мёртвыми до тех пор, пока не заявились живыми. Юридически. В курсе этого? Или опять лекцию надо проводить? Нет, нет, в курсе. С 1899. Да, 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 да. Ну, а что тогда вопрос задаёшь? Обязательно надо говорить, что живой. Весь смысл всего вот этого процесса – это то, что ты живой явился. Вот он я из крови, из плоти, из костей, состоящей моё физическое тело. Я живой. И, Антон, самый главный вопрос. Все документы, которые мы ведём в переписке, в досудебной переписке с любой организацией, мы ведём именно от живого мужчины или от живой женщины. Верно? Ну, я всегда теперь пишу себя как живого мужчину. Хозяин имени Антон. То есть, мы придаём сразу же статус документу гораздо выше, чем гражданин, заявитель или какое-либо другое там физическое. Конечно, конечно. Ты на уровень выше становишься, потому что живой мужчина без маски, без лица. Вот обрати внимание, вот этот чёрный мантия, почему они сейчас все в маске надели? Потому что они приводят юридическое поле в соответствии с действительностью. Вот он буквально показывает, что он якобы живой мужчина, но находится в маске судьи. Вот посмотри на него, он в маске. Ясно? Нам они вообще не слова про маску не говорили. Вы без масок были? Вообще без масок. И даже он не спрашивал, он не предлагал одеть. Ну, вот, наверное, поэтому мне написали, что лицо персона Булгаков Антона Николаевича явился, потому что, наверное, я в маске зашёл. Вообще надо было снять её перед заходом, именно в зал. А вы, а так как вы... Таким приступом не сказал. Сергей, ты, если хочешь что-то сказать, ты, пожалуйста, подвигайся поближе. Потому что тебя там у стены вообще не слышно. Да, я просто протокол вообще... Потом скинулся. Это надо, я ещё раз говорю, надо читать протокол. Как там написано? У вас, скорее всего, именно так и написали, что лица не явились, потому что на вас не было масок. Вы, во-первых, маски не надели, то есть не признали себя играющими вот в этот театр. То есть вы маску, роль персоны не примерили буквально физически, не надели маску. И плюс ещё вот у этого должностного лица в чёрной мантии не удалось навесить на словах на вас персону вот эту фамилию, имя, отчество. Скорее всего, из-за этого вам не описали, что персона не явилась. Когда он спрашивал, в качестве кого вы здесь присутствует, в качестве слушателя, ему задавали вопрос. Это я буду разбирать. Сейчас мы... Давайте уже к видео переходить. А ещё я хочу сказать по поводу слова «представьтесь». Разбирал это слово, сам решил разобрать, в чём смысл его. Вот слово «представьтесь», оно буквально идёт обращение в обножественном числе, то есть к вам. Вы «представьтесь», в единственном числе это звучит как «представь». Вот это как в анекдоте, помните, звонок в фирму, будьте добры, пригласите директора. А как вас представить на белом коне? Ну, «представьтесь», всё-таки окончание есть, это «себя», «представь себя». Да, «представься», вот в единственном «представься», «представь сам себя». То есть, ну-ка давай, он буквально говорит, ну-ка давай, пофантазируй, кто ты есть. Пофантазируй, представь. Не обозначь себя, не заяви, а именно представь, то есть пофантазируй. И ты начинаешь фантазировать. Я живой мужчина, хозяин имени Антон. Возможно, у меня в этом была тоже ошибка. Поэтому надо говорить, я не буду представляться, и ничего себе сам себе представлять не буду, и фантазировать не буду. Я скажу о действительности. Я живой мужчина, хозяин имени Антон. Ясно? Ну что, поехали? Здесь ясно. Микрофоны отключайте, слушаем. То есть, у нас не явился, да? Вот тут он буквально спрашивает, что фамилия, имя, отчество не явилось, да? И переспрашивает, вот этот, чёрная мантия. Дальше вы отнекиваетесь от этой маски, говорите, что как физическое лицо, как персона не явился. Как физическое лицо, как персона. Как персона. Вы вот тут тоже ошибку сделали. Вы говорите, как физическое лицо не явился. И тут же утверждаете, что как персона. И вот тут он заинтересовался очень. Смотрите на его взгляд. Он очень заинтересовался. То есть, говорит, а, как персона явился? И тут же переспрашивает, то есть вы фамилиями отчества? Здесь кто-то из вас сказал, что нет, я не фамилиями отчества. То есть вы буквально сначала сказали, что как персона, а потом тут же говорите, нет, я не фамилиями отчества. То есть разногласия в ваших этих мышлении. Дальше слушаем. Я живой человек, мужчина Сергей. Вот тут черная мантия очень четко спросил, а кто вы? Он не сказал, не приставьтесь, не заявитесь. Он спросил, кто вы? И тут правильный ответ идет. Я живой мужчина. Мужчина Сергей. Я живой человек, мужчина Сергей. Я живой человек, мужчина Сергей. Тут ошибка. Не Сергей, а с именем Сергей. Или с собственным именем Сергей. Или хозяин имени Сергей. То есть явилось имя. Живой мужчина Сергей. И тут ошибочка. Генеральный управляющий. Выгодоприоблицатель. Персоны. Все. При этом провели четкую линию, что я живой мужчина, пусть даже Сергей. Ну тут можно допуски сделать, что типа вас так звать. А генеральный распорядитель, учредитель, персоны, такая-то фамилия, таковое-то имя, отчество. Все правильно. Разграничили. Дальше. Все понятно. И тут он говорит, все понятно. То есть он въехал, что сейчас предстоит. Что сейчас придется очень напрячь свои мозги и попытаться слепить вот эту персону и живому мужчину. Чем он и начал заниматься. То есть вы будете присутствовать в качестве того? В качестве слушателя? Вот тут очень хитрый вопрос он задал. Вы будете присутствовать в качестве слушателя. Чем опасен этот статус? Ни в коем случае себя нельзя признавать слушателем. Слушатели по законам РФ. Во-первых, это сразу лишается права голоса. Если ты сам себя признаешь слушателем, то тебя за любое твое слово, за любое чихание... У нас были такие случаи, что женщина чуть-чуть чихнула не так. Ей тут же предупреждение сделали, а на второй чих ее выгнали. Ясно, да? Вот это слушатель. Права голоса нет. Все. Поэтому он и пытался поймать вас на статусе слушателя. Слушатели участия в процессе не принимают. Только своим слухом и только своим зрением. Стоишь, присутствуешь, смотришь, слушаешь, но ничего сказать не можешь. По сути вещь. Вещь, которая... Табуретка, молчащая табуретка, которая стоит или сидит в сторонке. Ясно, да? В качестве выговора приобретателя. Преобетатель. Преобетатель. Но никак он в качестве выговора приобретатель. Ваши документы? Да. Живому человеку не нужны документы. Не нужны. Он пытался вас поймать тоже на документах. Но он решил попробовать. А вдруг вы принесли документы, которые типа там... Я там гражданин СССР или еще что-то. Ну, то есть, где-то как-то у вас, возможно, в документах можно выявить вот эту слепку персоны и живого мужчины. Документы им тоже опасно подавать. Если это, конечно, не документы от живого мужчины. Написаны, собственно, ручно. Заверенные там другими живыми мужчинами. Ну, такие документы можно подавать. А вот те документы, которые там типа... Допустим, заверенные у нотариуса, да? Нотариусы очень любят делать хитрые вписки. Вот в такие вот... Заверенный факт нахождения в живых. Они там пишут ГР. То есть, гражданин. По сути, физическое лицо. Вот такие документы не стоит показывать. Если ты явился живым. За фидевит можно забраться, да? Да. Да, фидевит написан собственноручно. А фидевит – это клятвенное заверение. То есть, вы... Да, да, да. Да, то есть, вы чуть ли не... Ну, а клятву перед кем приносят? Перед Творцом. Заметьте, в иностранных фирмах, когда зовут свидетеля, подсовывают Библию и говорят, положите правую руку там, поднимите... А, положите левую, поднимите правую. Клянусь перед Творцом, что буду говорить только правду, и ничего кроме правды. И после этого с его слов записывают все в протокол. То есть, его живые слова переносят в документы. Здесь вот, в принципе, то же самое. Не надо им ничего, никакие документы показывать. Вон, сидит секретарь. Я, да, я своим живым словом все скажу, а секретарь запишет. Под аудио и видео протокол. Пишите. Все, что я скажу, это является правдой и чистой правдой. И до тех пор, пока вы это не опровергли, это является истиной. Можно так сказать. Ясно. Слушаем. А с каким документом вообще можно прийти на судебное заседание? Ну, естественно, кроме паспорта. Сейчас пришла информация, что паспорт РФ – это, по сути, сделка с Российской Федерацией. И вексель, и недосамин, то есть, разрешение на пользование твоим родовым счетом. А если ты переходишь по загранпаспорту, в загранпаспорте прописано, что ты являешься владельцем данной персоны. Там прямо написано «владелец данного документа». В загранпаспорт он проводит четкую линию между живым мужчиной, если ты осознаешь таким, таковым себя. И между персоной. Потому что в паспорте заграня написано «владелец», то есть, ты являешься именно владельцем данной персоны. Ну, буквально, ты приходишь как живой мужчина, владелец загранпаспорта, то есть, персоны, с именем таким-то. Там это написано. С этим документом, в принципе, можно ходить. Ну, мне так кажется. Антон, у меня еще вопрос. Понял? То есть, загранпаспорт. У меня такой вопрос. Если я приведу к нотариусу троих соседей, и они подтверждают, что я такой-то, такой-то, вот как себя называю, нотариус составляет документ о том, что в присутствии стольких-то свидетелей они утвердили, что это вот он такой-то, такой-то. Я могу этим документом пользоваться? На суде хотя бы? То, что ты им можешь пользоваться на суде, это 100%. Ты им можешь пользоваться. И суд не имеет права его отвергнуть. И никаких сомнений у суда никогда не возникнет, потому что нотариально заверенный документ, он не требует доказательств. Это 100% доказательство, которое не требует процедуры доказывания. Он даже не имеет права сомневаться в этом документе. Другое дело, что ты там напишешь? Я говорю, нотариусы очень любят туда вставлять очень хитрые такие буковки. ГР точка или еще что-то подобное. Либо пишут ФИО. У меня вообще была ситуация, когда мы пошли писать встречные доверенности с одним человеком. И мы решили обязательно использовать фиолетовую ручку и написать именно, расписаться именно имя, отчество, фамилия. И у первого нотариуса свет пропал. Выключили свет. Мы уже оплатили все, нам вернули деньги. Налички, по-моему. Мне пришлось написать расписку. Что я отказываюсь от услуги и требую вернуть денежку и получил такую-то сумму. Ясно, да? Пошли ко второму нотариусу. Секретарь очень сильно сопротивлялся. Мы его уболтали. И потом сам нотариус, когда я только взял, достал фиолетовую ручку. Он говорит, нет, вы что, ни в коем случае. У нас сканер не возьмет. Я говорю, вы что мне катаете? Я говорю, вы программист с 30-летним стажем. Я ни одной программы не знаю, которая не распознает фиолетовую ручку. Все прекрасно распознается. И все. И он понял, что бесполезно. Я расписался этой фиолетовой ручкой. После этого есть информация, что возможно именно из-за этого, как бы из двух источников пришла информация, что возможно из-за этого вот эта персона, Булгаков Антон Николаевич, она вышла из реестра Российской Федерации. То есть, значится как гражданин иностранного государства. То есть, у тебя нету ИНН? Нет, ИНН-то есть. Я тебе говорю про реестры, которые у них есть. У них есть и определенные реестры. К этим реестрам имеют доступ нотариусы и адвокаты. Да, и информация пришла, что говорят, а как так? Булгаков паспорт на руках, а в реестре граждан Российской Федерации он не значится. Но это все еще надо проверять. Это так, для затравки. Ясно? Антон, у меня вопрос. А вот с архидевитом напечатанным можно приходить? Но, значит, заверены только живыми людьми. Мужчинами, женщинами. Да, можно. Можно. Почему нет? Для упрощения процесса, конечно, можно. То есть, не обязательно, чтобы он был написан собственноручно, да? Не обязательно, но желательно. С фотографией обязательно или можно без фотографии? Народ, народ. Афидевиты, вот эти все нотариусы, это отдельная тема. Мы сейчас собрались по поводу видео. Давайте это оставим на следующее видео. Едем дальше. Да. Мы просто вдаемся в детали, которые не относятся к данному видео. Я вас собрал. Если мы сейчас будем каждую вот эту мелочь обсуждать, мы уже час болтаем. Если мы будем каждую мелочь обсуждать, у нас уйдет, я не знаю, только утром лягу спать, наверное. А мне еще это все монтировать. Учтите это, пожалуйста. Что, поехали? Давайте по видео, в рамках видео. Добро. Поехали. Мы небумажные люди. Вот такие вот паузы, я когда смотрел это видео, вот вы ему сказали, небумажные люди, и у вас возникла пауза. Во-первых, черная мать не знала, что ответить. Он прорабатывал внутри у себя там в голове стратегию, как вас еще подловить. Вам нельзя создавать вот такие паузы. Если возникла такая пауза, сразу ему нужно это, свою волю навязывать. Я хочу. И поехал. Вот в данном случае можно это. Я хочу, чтобы вы предъявили свои документы, доказали, что вы являетесь судьей. Предъявите документы, которые подтверждают вашу личность, должность и полномочия. Короче, давить это постоянно и везде заявлять, я свое хочу. Вы вот такие паузы везде создавали. То есть это, вот это молчание, это говорит о том, что вы не участвуете в собственной судьбе. Вы просто тратите время и свое, и его. Слушаем. Как явился у нас представитель из-за системы банка. Познакомься, познакомься. Да, я не знаю. Уделяется состав сударства, рассматривается предыдущие судей Тюксимаева, представителя Мадавины. Здесь он ничего лучше не придумал, как просто начать процедуру открытия предварительного заседания. Он начал объявлять, кто явился. Он сказал, что естественно явился. Объявляется состав. И дальше понеслась. Вот здесь его тоже надо останавливать. Я не вижу суда. Вы не подтвердили свои полномочия. То есть постоянному вот палки в колеса вставлять. Свои воли навязывать. А как я могу удостовериться, что председатель стоящий Тюксимаев? Вы задали вопрос. А как я могу удостовериться, что председатель стоящий именно тот, физическое лицо? Не надо вопрос задавать. Слово вопрос состоит из предлога во и прос. Прос это просьба. Однокоренные слова. Вопрошать, спрашивать. Это все просьбы. Надо говорить, я хочу, чтобы вы предъявили документ. Есть разница? Есть, конечно. Слушаем дальше. Имеет полномочия. Для начала встаньте. О, он говорит, для начала встаньте. Почему садиться еще опасно именно в заседании? Потому что он имеет полное право заставить вас встать. Именно как физическое лицо. Чтобы не давать ему этот повод. То есть он может, вот как я приходил. Я тоже не знал этого всего. Я просто сидел и не вставал. Типа я не хочу. И все. А он тут же делает замечание. И на второй раз может пригласить приставов и сказать, нарушая средневный порядок, выведите его отсюда. А если ты ни разу не присел, то тебя и наказать не за что. Потому что в законодательстве РФ ни в одном кодексе не предусмотрено делать замечание и выводить за то, что ты стоишь. На суде над прокурорами я встал и все, и стою. Он говорит, присаживайтесь. Я говорю, я не хочу. Я хочу стоять. Я специально подождал. Ну, так как процесс был 7 часов. Даже 8, по-моему, над прокурорами. Все равно рано или поздно мне надо было присесть. Правильно? Потому что невозможно стоять столько времени. Устаешь очень сильно и морально, и физически. И что делать в таком случае, если хочешь присесть? Просто ждешь минут 5-10. А потом по своему желанию, когда ты захотел, не когда тебе сказали, присядьте, а когда ты захотел. Вот тогда я присаживаюсь. А тут вы сидите. Естественно, он использовал эту ситуацию и сказал, пристаньте, прежде чем это что-то говорить. И, соответственно, я удивлен, что он не сделал замечания, что вы нарушаете порядок. Наверное, потому что до данного момента до сих пор статус живых. Вы не признали его судом, и вы на себя персону не приняли. Поэтому он не сделал замечания. Не имеет права живому сделать замечания. Ясно, да? Видите, как хитрый. Я вот сколько? Минуту 35 из 24 минут. А мы сколько? Уже час разговариваем про это. На каждой букве, на каждом слове подловки. Слушаем. Вот опять он сделал попытку. Пристаньте, когда обращаетесь к суду. То есть он не просто попросил привстать. И если бы вы привстали, то получается, вы признали суд. Пристаньте, когда обращаетесь к суду. Привстал, значит, признал суд. Правильно вы сделали, что как только он какой-то вопрос задает или что-то требует от вас, надо сразу спросить, а вы к кому обращаетесь? Он может обращаться только к лицу, к сторонам дела. А так как нету стороны дела либо лица, он не может их спрашивать. Тут надо обязательно спрашивать, а вы к кому обращаетесь? Если ко мне, то я хочу. Вот я у себя на последнем заседании сделал ошибку. Я ей то же самое сказал. Я прошу при обращении ко мне обязательно говорить «живой мужчина, хозяин имени Антон». Но я попросил, я сделал ошибку. Я сказал «я прошу». А нужно говорить «я хочу», чтобы при обращении ко мне, при любых вопросах, вы в начале каждого вопроса или каких-то предложений ко мне говорили, к кому вы обращаетесь. «Живой мужчина, хозяин имени Антон». Ясно, да? Антон, а почему не требую, не прошу? Поясняю, просьба может быть отклонена без объяснения причин. Поясняю на образе. Сидит нищий на паперти и протягивает руку. Вот это он просит. Проходит мимо черная мантия и смотрит протянутую руку. Он может положить туда-то что-то, а может и не положить. Может проигнорирует. Что они чаще всего и делают? Игнорируют. Это просьба. Слово «ходатайство» буквально переводится как «официальная просьба», заявленная публично. Опять же просьба. Слово «требую» – то же самое. Настоятельная просьба. Если ты что-то требуешь, то ты настоятельно просишь. Поэтому не требовать, не ходатайствовать, не просить нельзя. Надо проявлять свою волю. Через слова «я желаю», «я хочу» и другие подобные. Ясно? А можно сказать «я проявляю свою волю и прошу вас». Ну или «хочу, чтобы вы». Ты меня не услышал. Алексей, ты сам? Там тебя запутываешь. Ты меня не услышал. Просьба? Вот ты сейчас давай, скажи. Вот давай, задай вопрос. Вот черная мантия. Я проявляю свою волю и хочу, чтобы ко мне обращались живой мужчина с именем Алексей. Вот так он не имеет права тебе отказать, потому что ты проявил свою волю. А чтоб твоя воля вообще не была отклонена никак. До начала, вот в самом начале нужно сказать, что я сделал у себя на первом заседании. Произнес волеизъявление и письменно, и устно. Я сказал, что между мной и Творцом нету посредников. Соответственно, моя воля полностью вписывается в волю Творца. А волю Творца он не имеет права нарушать. И мою в том числе. Ясно? Ясно. А вот если ты просишь, ходатайствуешь и требуешь, он проигнорирует. Потому что это не воля. Это от персоны? Нет. Это не важно от кого это. Это просьба. Ты идешь по улице и видишь нищего с протянутой рукой. Тебе какая разница, живой он или персона? Он просит. Молча просит. Он может сказать, прошу, подайте мне. Ты можешь отказать, можешь дальше подать. Даже если он будет бежать за тобой и дергать тебя за одежду и говорить, именно требовать. Настоятельно просить. Дай, 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 дай. Ты все равно можешь ему отказать. Ясно. Тут еще есть вопрос? Нет. Дальше идем. Вы к кому сейчас обращаетесь? Встаньте. Вы же вопрос даете, я вам не обращаюсь. К вам обращаюсь. А вы проставайте. К вам? Ну, хорошо. Вот тут черная мантия сказала, к вам обращаюсь. Надо было уточнить тут же. К кому? Вас, во-первых, там двое. Вы постоянно между собой переговариваетесь. Вы заявились оба живыми мужчинами. Он сказал к вам. К кому? К вам. Кому-то конкретно из вас одному или к вам двоим одновременно? То есть во множественном числе. Это все нужно тут же уточнять. Не давать ему спуска. Держать его в напряжении. Вы участие намерены принимать в связи на разбирательство? Я хочу вам задать... Очень хитрый вопрос он задал. Вы намереваетесь принимать участие в разбирательстве дела? То есть он буквально спрашивает. Вы, как живой мужчина, хотите зайти в процесс и стать персоной? Потому что в процессе могут участвовать только персоны. Вы проигнорировали этот вопрос? Три вопроса. Нет, сначала я вас спрашиваю, процесс будет ли у меня участие в ходе? На процессе я хотел бы этот процесс. Надо сначала устоялись, открыть его, чтобы процесс начался. Суд открыл, где на избирательстве. Я поэтому спрашиваю. Мы сейчас установим. Я хочу сейчас удостовериться на самом деле в том, что вы, это и есть суд. И я нахожусь именно в том здании, которое именует себя суд. Вот тут правильно себя повели, то, что он сказал. Суд уже открыл там что-то, и вы тут же ему ловите его на этом слове. А где суд? Я хочу удостовериться, что суд вообще тут присутствует. Что у вас есть полномочия. То есть вот эту тему обязательно нужно развивать. Хотя бы ее обозначить. Вы не подтвердили свои полномочия. Я не вижу суда. И все. И дальше можно ему давать слово. То есть на каждом слове его, все его вот эти попытки заявить себя судом и навесить на вас персону, это всегда нужно постоянно останавливать. Хотел бы с вами познакомиться. Ну, состав суда объявлен? Нет, мало того, он объявлен. А что должен? Я хочу, чтобы вы предоставили мне ваши документы, удостоверяющие указ президента о том, что вы назначены в суде. Именно подписаны президентом с подписью Гербоя печатью по... Вот тут вдались детали. Не надо эти детали выносить в устную плоскость. Надо вот эти все... Вот я истребовал 19 документов, подтверждающих личность, должность и полномочия заранее, письменно, через канцелярию. И просто, когда уже на самом заседании, просто коротко говорить. Подтвердите свою личность, должность и полномочия. Там вот эти все 19 документов можно разделить, которые подтверждают личность, которые подтверждают должность и которые подтверждают полномочия. Соответственно, вот это все перечислять не надо. Там ни указа, ничего. Просто говорите. Подтвердите свою личность, должность и полномочия. Все. Вы начали там что-то указ, номер называть. Ну, зачем это? Это лишнее. ГОСТу 51-511-2000. Ну, вот. Чтобы там все было правомощно. Если у вас есть такие документы, прошу их предоставить мне. Тогда мы будем читать. Ну, я хочу вам быть извинений о том, что у нас в соответствии с федеральным конституционным законом и с предоставлением Российской Федерации. Обратите внимание, как секретарь наблюдает. Налево, направо. На черную мантию на вас, на черную мантию на вас. Как это, как из амбразуры наблюдает за процессом. Она по ее... Глазами хлопает. Да, и по ее глазам видно, что она удивлена такому процессу происходящему. Как так? Что это вообще? Этот Исенбаев или кто он там так странно себя ведет? Мало того, чтобы пришли каких-то непонятных живых, так еще и Исенбаев себя по-другому ведет. Не как обычно. А также законы Российской Федерации о статусе судей в Российской Федерации, действующих законодательство, не устанавливает обязанности судьи по определению судебно-седарий документов, удостоверяющих его личность и подтверждающих его значение на должность. Теревестно. Как это так? Ну, вот так он. Ну, может быть. По сути, он отказал... У вас четко звучало «я хочу». По сути, он отказал вам в исполнении вашей воли. И я думаю, ему скорая обратка за это прилетит. И он прекрасно осознавал, что он делал. У него просто другого выхода не было. Ну, вот он сослался на законы РФ, что это не предусмотрено законодательством РФ. Надо было его тут же заявить ему, что при чем тут законы РФ? Вы не услышали мою волю. Я еще раз говорю, что я хочу от вас получить удостоверие, что вы являетесь судьей. Что вы имеете право вообще судить кого-либо. Вы не правы. Вы не правы. Вы должны предоставить мне документ. Вот тут он, между словом, пытался навесить. Он говорит, вы в качестве слушателя вообще что-то там не имеете. Вы это проигнорировали. То есть, он на вас навесил статус слушателей. Вы это проигнорировали и дальше начали говорить. Но это, в принципе, нормально. То есть, вы, проявляя свое право голоса, тем самым провергли, что вы являетесь слушателем. И так как он не сделал замечания, он с этим согласился. Мы-то обязаны предоставить документы, чтобы я удостоверился, чтобы вы есть судья. Только после этого будет открытым. Я вам еще раз объяснил, что процесс у нас уже открыт. Нет, процесс не может быть открытым, пока не предоставлены вами документы. Вы для того, чтобы принять участие в документах, свои предъявите это? Я предъявлял. Вы в качестве кого будете принимать? Сейчас я еще раз объяснил. В качестве живого человека, главного генерального выгода, приобретателя Русского лица. Я не ответчик. А кто вы поделаете? Вот он опять две попытки делает, навесить персону. То есть, предъявите свои документы. Но он, естественно, будет требовать паспорт по законам РФ. Единственные документы, удоцеряющие личность. И плюс спрашивает, в качестве слушателей будете. То есть, опять же, слушатели, это лицо без права голоса. Я вам сказал, что я живой человек, мужчина, с собственным именем Сергей. Сергей. Ну, фамилию у вас? Нет. Опять же, попытался навесить фамилию. Говорит, фамилия у вас такая. Правильно сделал, что сказали нет. Нет у меня фамилии. Вообще, можно ничего не пояснять про фамилию. Я, конечно, мог устроить целую лекцию короля Елены Петровны. Что такое фамилия, что такое имя, что такое отчество. Почему у живого человека не может быть имени, фамилиями и отчества. Все это раскатать, привести примеры из истории и все такое. Но зачем это все делать? Это трата времени. Делайте проще. Я сообщил то, что посчитал нужным. Еще раз под видео и под аудиопротокол. Не больше, не меньше. Я живой мужчина, хозяин имени Антон. Все. Антон, можно вопрос? Можно в таких моментах судье говорить, что я выгодоприобретатель той персоны, которую вы сейчас судите? Можно. То есть я выгодоприобретатель той персоны, о которой идет речь? Можно. Тогда он пойдет по этому пути. Он может и дальше тебя тестировать, экзаминировать. Ты ему открываешь целое поле для вопросов. Кто такой выгодоприобретатель? Как вы приобрели этот статус выгодоприобретателя? Вот один Дмитрий из Самары сказал, я соучредитель данной персоны. Ему тут же задали вопрос, а как это соучредитель? И он начал пояснять. Он начал отвечать на вопросы суда. Он почти ввязался в процесс. Но его, я не знаю, Творец отвел от этого, потому что следующим вопросом Черная Мантия сама себе ловушку сделала. Она спросила, а кто вас учредил? И он сделал ход конем, он сказал, Творец. То есть он буквально сказал, что за ним стоит Творец. И тут Черная Мантия сама себе устроила ловушку. Все. Против Творца переть она не может. Зачем вот эти дискуссии устраивать? Просто говорите. Я живой мужчина, хозяин имени Антон. Еще раз под видеопротокол. Не больше, не меньше. И стараться вообще не отвечать на вопросы суда. Я говорю про вопросы, которые касаются установления личности. Сейчас идет стадия установления личности. Он пытается навесить персону. Все, что касается персоны, не отвечает за персону вообще. Он и про дату рождения будет спрашивать, и про место рождения. Можно устроить лекцию, что у живого человека не может быть даты рождения. Никто никогда к себе на дату рождения не зовет. Только на день рождения. Про это тоже можно рассказывать. Но зачем это все устраивать? Ты ему еще больше поле вариантов откроешь для того, чтобы тебя поймать на любых вопросах. И не факт, что ты оттуда выплавишь. Ты сам себя в болото можешь загнать. И он обязательно использует эту возможность. Чем больше ты с ним дискутируешь про персону, тем больше он будет использовать возможности навесить эту персону на тебя. Он и про прописку, и про место жительства, и про регистрацию будет спрашивать. И про место работы. Работает-то только физлица. Если ты скажешь, что ты не работаешь, но это не факт, что ты раньше не работал. Понимаешь? А почему вы не работаете? Короче, это болото. И оттуда даже я не уверен, что я оттуда выплав. Поэтому я сразу это все пресек. Еще раз под видео протокол, ни больше, ни меньше. Я сообщил то, что посчитал нужно. Все, ищи сам эту персону. Я за тебя ее искать не буду. Вот так буквально я сказал. Ясно? Если вы не являетесь участником поддела, когда вы с какой целью прибыли в качестве слушателя? Опять пытается слушателя навесить. Как бы не писать? Как бы не писать? Это прям пытается. Это документ, когда у вас имеется, чтобы установить вашу действительность? Опять документ спрашивает. То есть он заблудился в собственных вопросах. Он уже не знает, как навесить. Он делает одни и те же попытки навесить персону и навесить статус слушателя. и вытащить из вас хоть какой-то документ. Это, скорее всего, он делает попытки в надежде на то, что вы сами покажете паспорт какой-то. Паспорт персоны именно. Какие документы нужно живому человеку? Хорошо. Вопросы раздавай. Я хочу вам задать три вопроса. Вы задаете сумму, вопросы не задаете? Нет такого. Первый вопрос. Имеет ли суд право судить живого человека? Имеет ли суд безлимитную материальную ответственность? Вот он неправильно сказал. Он сказал, я хочу задать суду три вопроса. К какому суду? Если он только что минуту назад говорил, что суда тут нет никакого. И полномочия не подтверждены. Нельзя обращаться к суду. Вот Исимбаев назвался. Я хочу задать вопрос. Вообще не обращайся никому. Просто вслух. Я хочу задать три вопроса. Ни Исимбаеву, ни лицу, называющему себя судьей. Ни суду. Ни судье. Ни секретарю. Никому. Просто я хочу задать три вопроса. Я хочу выяснить три вопроса. Или вообще еще лучше. Вот я слышал, один юрист, когда ему вот так вот сказали, что суду не задаются вопросы. Он сделал ход конем. Он сказал, а я не задаю вопрос суду. Я ставлю вопрос перед судом. Это две большие разницы. И вопросы, поставленные перед судом, должны разрешаться в любом случае. Даже по законодательствам РФ. Так вот, можно сделать тут вот так же, ход конем. Соединить тему живых и тему юристов. И сказать, я ставлю перед присутствующими три вопроса. Является ли так называемый суд. Обязательно так называемый. Потому, что нельзя произносить вообще слово суд. Если ты обращаешься к суду, то ты его признаешь судом. Ну, просто ты сомневаешься, что он суд. Но признаешь его. Так вот я поэтому Елене Петровне это постоянно и говорил. Что так называемый суд. Суд в кавычках поправлялся постоянно. Вот тут то же самое надо говорить. Я ставлю три вопроса перед так называемым судом. Является ли так называемый суд в кавычках и т.д. и т.п. Ясно? Вопросы есть? Здесь ясно. Поехали дальше. Добро. Является ли суд суверенным и может это доказывать международным гадостом суде под присягой? Я вам еще раз объясню. Вы можете мне ответить на все эти вопросы? Ну, он не задает. Вот тут вы с вами уже его спрашиваете. Такое как бы разрешение просите. Вы можете ответить? Да не надо ему спрашивать, может он что-то или не может. Ставьте перед ним вопрос. Надо ему в этот момент сказать. Я от вас требую ответить на эти вопросы. Или я от вас, якобы от суда требую выяснить данные обстоятельства до начала якобы судебного заседания? Слушаем дальше. Мы пока еще не видим, что это суд. Понятно. Я его разъяснили. Но это вы разъяснили, это с вашим пониманием. Либо разъясняется процессуальные права и обязанности. Вот он говорит, лицам разъясняются процессуальные права и обязанности. То есть, это вот на данный момент, скорее всего, вы еще не навесили сами на себя персону, но вы, ну скажем так, 50 на 50 признали суд. Потому что вопросы задавали суду. И, соответственно, он разъясняет права и обязанности лицам. Но эти лица, скорее всего, не вы, а он сам. Потому что он единственное должностное лицо. Нет, ну вот там еще секретарь сидит тоже, должностное лицо. Вот он вот этим лицам сам себе сейчас разъясняет права. Потому что личность присутствующих лиц он не удостоверил. Он не нашел персоны со стороны ответчика. Учащущие дел имеют права ознакомиться с материалами дела, делать выписки из них, отбук изделия, отвода, участок, исследований, доказательств. Ну, тогда. Заявляют, в том числе, обоскребывая доказательства, давать объяснение суду, устной письменной форме, переводить свои долги по всему возникающим ходу, где он разбирается вопросом, возражать относительно того, где входят за других из учащих дел. В случае, в знакомых протоколах, где он сидит, в случае, не садаясь с ним, в принципе, не замечает, чем в 5 дней. В случае, в случае, обжаловала судебное постановление, естественно, правильное, основание, предмет исковое требование, увеличение генитического отмена, сколько это и нет. А в соответствии, в качестве правильной признанности, в случае, в условном упаковке дела, мероприятия решения, в случае, в учащей деле, в противопоказательстве, вы должны добросоверить свободу с теми, принадлежащие форсуальными правами и обязанностями. А вам есть ли у нас остальные права? Вот они это всегда спрашивают. Ну, обычно они спрашивают, вам понятны? А так как, я так предполагаю, что вопрос вам понятный, они спрашивают лиц. А живым людям они спрашивают, вам ясны ли права. Вот у меня то же самое было. У меня Елена Петровна первый раз, по-моему, спросила, вам понятны. И тут же она дважды спросила, вам понятны, ясны. Я сказал нет. То есть, никогда не это. Если вам не ясны права, то вы их на себя не навесили. Но опять же, тут надо было его поймать. Вот он обратился, надо было сказать, а вы к кому обращаетесь? К лицу или к живому мужчину, хозяину меня, Антон? Если к лицу, то покажите его пальцем, где оно, это лицо. Если он покажет на вас, надо ему сказать, а вы вообще в своем уме? Я не являюсь лицом, я живой мужчина. Вы что, не видите, у меня есть руки, ноги. Я живой, я дышу. Но он никогда так не скажет и не покажет. Кому? К кому они относятся? Кому обращаетесь? Вы на нас так слушаете и тогда дышите? Уже третья или четвертая попытка слушателя навешать. А вы игнорируете, игнорируете это все. Надо ему сразу говорить, нет. Я живой мужчина, хозяин меня, Антон. Нет. Вы сам отвода не предоставите документы, не предоставил отвод. А вот судья тогда заявляет, что суд не предоставил. По поводу отвода. Вот вы вживую на словах пытаетесь заявить отвод. Во-первых, по законам РФ это лучше всего делать письменно. Любое ваше ходатайство, любая ваша просьба, так называемая, по законам РФ, она должна, мало того, что письменно, это устно заявляться в суде. Вообще делается три экземпляра на бумажном носителе. Первые два подаете через канцелярию заранее. Вы же прекрасно знали, что он не подтвердит свои полномочия. Соответственно, заранее готовите отвод на этих основаниях, что не подтвердил. У меня есть образцы, я это, наверное, видели. Я это все заранее подал, перед вторым заседанием. И, соответственно, в зале я ничего не говорил об этом. Смысл, если это все письменно и так заявлено. А устно вы можете сказать, что у меня есть сведения. Не я подавал отвод, не я заявляю отвод. Потому что отводы могут заявлять, опять же, лица, участвующие в деле. Это в законах РФ прописано. Отводы могут заявлять лица. А вы вот здесь пытаетесь сами на себя навесить маску. Что я являюсь лицом, и я заявляю отвод. Это надо делать письменно до заседания. А вот здесь вот вживую сказать. Мне стало известно, что до судебного заседания через канцелярию был заявлен отвод. Ясно, да? Слушаем дальше. Документы о том, что в суд есть суть. Отвод заявляет кто? Вот он, вот его главный вопрос. Отвод заявляет кто? Вместо того, чтобы этот отвод сразу отказать, он сам сомневается, что вы являетесь лицом. Он сам с вас спрашивает. Отвод заявляет кто? Но тут же он, наверное, это использовал для того, чтобы вы сами себя признали лицами. Если бы вы сказали, я заявляю отвод, то все, вы сами себя лицом признали. Это по заявлению отвода, выгода приобретатель. Бенефициар, выгода приобретатель. Персоны. Вот. Вы здесь вот правильно поступили, что сказали не я заявляю, а бенефициар и выгода приобретатель. То есть опять провели четкую линию между лицом и живым мужчиной. Персоны. Бенефициар, выгода приобретатель дальше. Персоны. Из лица. Из лица. Имя. Вот здесь он вас поймал. Вот буквально. Вы сказали, что здесь можно разграничить. Вот он спросил, кто заявил отвод. Вы сказали, учредитель венефициаре какой-то персоны. Все. Он этот диалог закрыл. Как бы. И уже задает вопрос. Имя, фамилия, отчество. Он смотрит на вас и к вам обращается. Спрашивает. Имя, фамилия, отчество. Вы, естественно, думаете, что диалог до сих пор... Ну, то есть речь идет о той персоне, которой вы являетесь представителем. Но на самом деле он спрашивает у вас уже имя. Вы его сами в такую ситуацию завели. И он вас на этом поймал. То есть он опять пытается... Вот он сейчас конкретно к вам обращается и спрашивает. Имя. Ваше имя. Персонов из лица. Молодцы, что переспросили. Персонов из лица он сказал, вовремя спохватились. Но при этом вы назвали фамилиями отчества этого физлица. Надо было сказать вообще это. Вы сначала найдите это лицо и у него и спросите, какое у него фамилия и имя отчество. А я живой мужчина, хозяин имени Антона. А с каким основанием отвод заявляете? Тут он спрашивает, по каким основаниям отвод заявляете? С каким основанием? Что суд мне предоставил документы. Все. Вы ввязались в процесс. Вы начали пояснять, по какому поводу заявлен отвод. Тут ясно? Он спросил, по каким мотивам заявляется отвод. И вы за персону, то есть за лицо, участвующее в деле, начали пояснять. То есть сами на себя взяли вот эту роль. Тут ясно? Вот он ключевой момент. То есть нужно было указать, что все указано ранее или как? Да. Вы письменно подавали отвод, нет? Заранее? Нет. Нет? Мы вообще первый раз в таких делах участвуем. У нас не было опыта. Мы не знали, что кому, куда чего предоставлять. Мы предоставили ему наше волеизъявление, ну мое. И оферту ему на четырех листах. Все, что бы он ни делал, он попадает на деньги на большие, там, десятки миллионов. И он эту оферту приложил вообще в протокол. Подожди, подожди. Про оферту я не спрашивал. Давайте коротко общаться. Отвечайте только на поставленные вопросы. Вы письменно до заседания и либо в самом заседании подавали письменный отвод? Нет. Соответственно, он вас на этом поймал. Раз вы устно заявили отвод, он попросил вас пояснить, по каким основаниям вы заявили отвод. И тут вы не поясняете, что вы являетесь учредителем и бенефициарием данного лица и можете пояснить за это лицо, что оно имело в виду. Даже так делать нельзя. Надо письменно заранее это все заявлять, а вживую говорить. Мне стало известно, что до начала заседания был заявлен письменный отвод лицу, называющему себя судьей. Такому-то, такому-то. И там все написано, читайте. Я ничего за персону пояснять не буду, не хочу. И в процесс ввязываться не буду. Ну, это я вам уже говорю, чтобы вы осознавали, что происходит. Вот вы продержались ровно 7 минут, 7 секунд. Ну, это вот по видео. Антон, вопрос есть такой. Если мы... Вернее, он не подтвердил полномочий. То есть, мы не убедились, что это тудья. Зачем тогда отвод? Ну, так в том-то и дело, что вы тем самым отводом... Отвод можно сделать тому, кто приведен. Кому сделан привод доверия. А вы привод доверия не делали и тут же заявляете отвод этого доверия. То есть, вы, по сути, сомневались, сомневались, что он судья. А тут бац, и заявляете отвод судье. Во-первых, вы признали, что он судья. Во-вторых, вы ему заявляете отвод. А в-третьих, вы начинаете давать пояснение по этому отводу. Кто ты? Лицо. Тогда заранее ему отвод делать до суда, если мы его, в принципе, не признаем судебный судом. Отвод для профилактики. Можно его делать, можно его не делать. Но я решил это бить по всем фронтам. Я и на первом заседании заявлял отвод. И устно, и письменно. Прямо в ходе судебного заседания. А на втором заседании я решил вообще не участвовать в деле. Вообще никак. За персону. Ничего за нее не пояснять. Но отвод был. И он был приложен к материалам дела через канцелярию до начала заседания. И я вообще про этот отвод ни разу не заикнулся. У меня там 8 бумаг подал на втором заседании. До заседания. Я про эти бумаги ни разу не заикнулся. И она их не рассматривала. Хотя обязана была рассмотреть. Вопросы? Когда она должна была рассматривать и у вас в этот же день было подано вот эти 8 бумаг? А в ходе заседания? То есть она должна была сказать, что до судебного заседания сегодня поступили 8 бумаг. Но она так и сказала. Она их в руках прям держала. Но она их не зачитывала и не рассматривала. Она не обязана это делать. Но она должна была немедленно их рассмотреть, удалиться в совещательную комнату и вынести по каждому постановлению. По каждому воле заявления в постановление. Она этого не сделала. А можно будет посмотреть эти бумаги в жилую? Ссылки Антон Андреев? Да, конечно. Под видеороликами моими они все прикреплены. Там есть ссылка. Там 21 бумага. То есть первые бумаги это относится к первому заседанию. А там 8 бумаг до второго судебного заседания. Якобы судебного. Я подал это письменно. Для 3 декабря тоже надо будет что-то посылать. Добро, добро. Ясно, ясно, добро. По видео есть вопросы? Дальше есть смысл разбирать? Или сами самостоятельную работу проведете над видео? Да, Антон, в принципе, понятно. Главное не вяжется в процесс. Если вы пришли, вот я на первом заседании пришел как человек, мужчина, Антон. То есть пришел именем. Подождите, не перебивать. Я пришел именем. То есть пусть даже как человек, но человек является высшей иерархией в статусах Российской Федерации. Низше это физическое лицо, потом выше идет гражданин, а еще выше человек. Но человек все равно системная единица. Потому что человек это абстракция. Человеком может быть и мужчина, и женщина. Либо то, либо это. А может быть и то, и это. А может быть и не то, и не это. Ясно, да? Я говорю про гемафродитов и про тех существ, которые не имеют половых признаков. То есть это абстракция. И к тому же есть системная единица в Акведе человек. Есть. Да, когда ты говоришь человек, то непонятно, кто ты. Мужчина или женщина, или гемафродит, или еще что-то. Что это такое? А когда ты конкретно говоришь живой мужчина, то ты из этих статусов системных выпадаешь. Ни в одном кодексе Российской Федерации, ни в одном законодательстве нету. Никаких обязанностей, и никто не может привлечь мужчину, либо женщину к какой-либо ответственности. Не предусмотрено законодательством РФ привлекать к ответственности мужчину и женщину. Ясно? Ясно. Ну, для первого раза, ну, так, ничего ж. Не совсем уж и безнадежно мы там. Да, если вы говорите, что в протоколе написано, что лицо не явилось, то это большой косяк вот этой черной мантии. Потому что я считаю, что ему удалось навесить персону. Но либо он сам этого не заметил, либо вы как-то дальше по видео как-то это опровергли. Ну, я предлагаю посмотреть буквально тут, ну, сколько, пять минут, нет, ну, даже три минуты, чтобы услышать, опровергли вы это или нет. Идем? Идем. Вот смотрите, что происходит. Вы отвод заявили устно. По законодательству РФ все, что заявлено устно или подано, ходатайство или отвод, оно разрешается устно. А если бы вы подали письменно до заседания через канцелярию и еще бы вот здесь вот еще и в руки ему передали, но уже как живому это делать не надо. Я говорю про статус человека. Если вы явитесь человеком или по законам РФ, то ему вот здесь же в суде можно письменно вручить. И тогда либо вот как живой сейчас это, ну, давайте вот по теме живых. До заседания подали два экземпляра. Один себе со штемпелем, другой ему. И в ходе заседания вот здесь вживую ничего не показывая заявляйте. Мне стало известно, что лицу называющему себя судья такому-такому-то был заявлен отвод до начала судебного заседания письменно через канцелярию. И все. И стоишь и смотришь на его реакцию. Не надо ему ничего говорить. Или надо ему сказать я хочу, чтобы вы этот отвод удовлетворили. Вот так его поставить перед фактом. Я хочу, чтобы этот отвод был удовлетворен. Еще и в прошлое записали. Был. Я хочу, чтобы этот отвод был удовлетворен. Все. Ему деваться некуда. Он должен будет на этот письменный отвод вынести письменное постановление по законам РФ. Соответственно, ему по законам РФ надо удалиться в совещательную комнату и выйти оттуда уже с письменным постановлением по данному отводу. А тут он на ваш устный заявленный отвод устно тут же без всяких этих даже не сомневаясь тут же мгновенно делает отказ. Отказать в удовлетворении отвода. Все. И дальше поскакали. Ясно? Ясно. Дальше идем. Почему он сразу заявил, что отвод не удалитаряется? Потому что вы по законам РФ не заявили главные причины. Там можете почитать в зависимости от того, какой кодекс у вас. У вас, скорее всего, гражданский был, да? Гражданское дело рассматриваю. Вот. В гражданском кодексе можно почитать, на каком основании может быть заявлен отвод. Раз в ваших словах не было этого основания, то он, соответственно, так и сказал, что по основаниям предусмотрен таким-то, отвод не предусмотрен. Все. Это железобетонная у него отговорка. У всех так. Вы не назвали ни один мотив, который прописан в законе. Тогда направлены жалобу в коллегии заходят в суде. Запишите на закон. Ну, тут вы начали ему типа это жаловаться, что на вас будет подана жалоба. Ну, зачем это лишнее? Не так, чтобы место знал. Я жалобу-то отправил. Сегодня получил входящий номер в пятницу отправил жалобу. Ну, а жалобу-то от имени кого отправил? От имени персоны или от имени живого? От имени живого, конечно. Нет, от живого. Ну, система-то не видит живых. То есть, там... Ну, то есть... Входящий я сегодня узнал, то есть, они приняли эту работу и вся. Ага. Под контроль взятый. Я вот пока в Челябинск ехал, позвонил, представился, что было поступление 24-го числа. Есть. Задай. Ясно, ясно. Давайте, короче. Народ, я услышал. Народ, народ, я услышал. Давайте покороче. Я услышал, что жалоба была отправлена. Этого достаточно. Давайте по видео. Все, что там за видео, это потом можно обсудить. Ему это все по барабану. Ему главное, это, затянуть в вас процесс. Если он затянет, все. Жалуйтесь, не жалуйтесь, уже пофиг. Ну, там надо бы уже... Это отдельная тема. Там есть возможность обжаловать его действия как живой мужчина и именно привлечь его как лицо. как должностное. То есть, статусом выше, то есть, вы заходите с этой стороны. Но это отдельная тема. У вас какие-либо ходатайства имеются? Вот, он спрашивает. У вас ходатайства имеются какие-нибудь? То есть, ходатайства подают лица. Соответственно, если вы что-то от него хотите, нужно говорить, я хочу. И плюс, это попытка затянуть вас опять же в процесс. Но он у вас уже затянул. Он, может, этого еще не сообразил, но он уже затянул. Для этого все вот эти аудиопротоколы пишутся, чтобы он потом переслушал и мог сам понять, где, на каком месте он вас затянул в процесс как персону. Вот он сейчас пытается опять затянуть. Он спросил, ходатайства имеются? И вы начали пояснять, вы второй раз начали пояснять за персону, имеется ли ходатайство. То есть, имеются ли те процессуальные действия, которые могут быть по законам Российской Федерации выполнены только лицами. Ходатайство могут подавать только лица, могут заявлять. Там четко написано. Лица, стороны, участвующие в процессе или лица там, по-моему, лица прописаны, имеют право заявлять ходатайство на любой стадии. Все. Вот здесь он четко понял, что он произнес слово ходатайство и вы пояснили, есть у вас ходатайство или нет. Я же не назвал это ходатайством, я сказал, мое волеизъявление было подано вам до суда. Да ему без разницы, как это ходатайство называется. Ты ответил, ответил, все. Это не ходатайство было, это моя волеизъявление было. Там я ничего не просил. Дело не... Подожди, послушай. Я заявил там, что он будет должен, а не то, что я у него что-то попросил. Послушай, ты, дело не в слове волеизъявления, а дело в том, что ты начал пояснять, он обратился к лицу, участвующему в деле, есть ли у вас ходатайство. А ты начал пояснять, кто ты, лицо. А дальше уже совершенно не имеет значения, что ты там поясняешь. Волеизъявление у тебя или еще что-то. Ты ввязался в процесс, как лицо. Ты ответил на его вопрос. Ты ввязался в процесс. И ты его не спросил, вы к кому обращаетесь. Ты не сказал, что я живой мужчина, хозяин имени Антона, учредитель и бизнес-царь данной персоны. Но даже если бы ты это сказал, ты все равно ввязался в процесс, ты вошел бы в него. Не надо входить в процесс и не надо отвечать за персону. Ясно? А как бы он тогда понял, что ему бумажки были... А надо сказать. Я уже произносил эту фразу, ты не слышишь, не осознал еще. Надо было сказать. Я за персону ничего отвечать не буду. Но мне стало известно, что до начала якобы судебного заседания были поданы бумаги. Ясно? Есть разница? То есть, по сути, персона не имеет, не говорит ничего. Она только вот, письменно информирует. Ты мое видео видел, короткое, растерзвесление персона и живого мужчины? Где я там пришел... Нет. Где я пришел в ФМС и меня спрашивают подайте паспорт. Я говорю, чей? А говорит, ваш. Я говорю, вот паспорт персоны. А он говорит, а вы кто, Булгаков? Я говорю, нет, я живой мужчина. А это, говорю, паспорт персоны. А говорит, а этот Булгаков где? Я говорю, у вас в руках. Персона у вас в руках. То есть, персона это буквально вот этот паспорт. Ты мне скажи, паспорт умеет разговаривать? Нет. А как он может пояснять за персону? Все, я правильно понял. А если ты за нее начал что-то пояснять, то ты сам себя и признал этой персоной. Ты сам себя с этим паспортом склеил. Ты одел его на себя, буквально. Ты сказал, я есть паспорт, я за него отвечаю. Плоскость документа перешел. Да. А документ это вещь. Говорящая табуретка. Просто состоит из бумаги. Та же самая целлюлоза, только говорящая. Ясно? Ясно. Четко. Вот когда это все осознаешь, уже по-другому будешь смотреть на это все происходящее. Я же говорю, для меня теперь это самый любимый аттракцион. Мне нравится туда ходить. Я люблю. Я теперь обожаю вот такие штуки вылавливать. Как на рыбалку ходить, понимаешь? А сейчас какая рыба клюнет? А может, другую наживку надо поменять? А может, другую леску? А может, другого края вообще озера зайти? Очень интересно. Антон, а вот еще такой момент. Если, к примеру, судья сделал что-то, ну, скажем так, против живого человека, как можно наказать судью? Вот в данном случае Сергей подал жалобу в коллегию адвокатов. Это наказание? Это один из рычагов давления на него? Или как вот вообще? Я же говорю, это отдельная тема для отдельного разговора. Это очень большая тема. Пересмотри мое видео, я выпустил там что-то по поводу, я даю пояснение. А, Королевское постановление называется. То есть я рассматриваю то постановление, которое она вынесла, и я его с трудом получил. Я ей там отдельное письмо написал, что если вы не предоставите мне постановление в указанные сроки, то ваше действие будет рассматриваться как мошенничество. И я ей написал как живой мужчина. Посмотри это видео, я там в качестве основания привожу эти каноны. То есть по канонам я ей дал понять, что я ее обвиню в мошенничестве не по законам РФ, а по канонам. А по канонам те низшие должностные лица, которые совершают мошенничество, тем самым они изничтожаются сами по себе. То есть давно сходит байка в интернете, что те судьи, так называемые судьи, которые проигрывают дела, либо какие-то противоправные действия совершают против живых, три таких нарушения, и им буквально вплоть до физического уничтожения. опасно быть судьей. Опасно, очень опасно. И они это все... Поэтому у них руки и дрожат. Когда они на живого на это выходят, точнее, живой на них выходит, у них руки дрожать начинают, их трясти начинают. Я все это видел несколько раз, я не мог понять, почему их трясет. А потом все встало на свои места. Здорово, что он останется судьей. Чего? Наш-то тоже покраснел, потом красный ушел покрас. Конечно. В конце. Конечно. Когда ты, смотри, когда ты 20 лет трудишься, и у тебя зарплата по 700 тысяч по миллиону в месяц, и ты там себе и дома и шикарные все понастроил, и вся семья, и все родственники зависят от тебя, и у тебя гигантский статус, а тут бац, пришел живой, и тебе грозится. Конечно, затрясется. Антон, ты бы видел, как он выбежал из зала, я пытался вопросом остановить, он проигнорировал и убежал. все правильно. Чем больше, чем меньше, от меня тоже бегают, ты что, от меня суды и отделы полиции закрывают, трубки бросают. Потому что, потому что, вот как... Еще по делу вопрос. А вот, сейчас у меня тут упруга рядом, прям вопросом мучается. Антон, добрый день. Привет. Меня зовут Галина. Угу. Меня слышно? Да, как вы можете перед началом судебного процесса делать отвод судье, если вы не признаете ее как судью, и отвод, я так считаю, и слушая Момонтову, делают тогда только лица, лица, именно лица, участвующие в процессе. Вот ты слушайся в то, что ты сказала. Ты сказала, лица, участвующие в процессе. В процессе имеют право делать отвод. Я услышал, стоп. Я услышал вопрос. Дальше, пожалуйста, помолчи, пожалуйста. Вот серьезно. И вот эти Угу тоже не надо, потому что связь все равно забивается из-за этих Угу. Просто молчание. Либо отключите микрофон. Я поясняю, я услышал, я с двух слов понял, что ты хочешь сказать. Просто не перебивайте. ты правильно сказал, участвующие в заседании. То есть, буквально вживую. И вот если ты вживую заявишь, то ты лицо. А если ты до процесса, то это уже под закон не подпадает. Ты уже до процесса еще не открылся. Подождите, подождите, я знаю, что вы скажете. Не надо включать микрофон. Вы в процессе еще не участвуете. Если вы не зашли, буквально ножками зашли в зал, вот тогда вы участвуете в процессе. Логично. А если вы не до начала заседания подали что-то, то это не участвующий. Все, что происходит вне зала, вне вот этой стрелки так называемой, я считаю, что это не имеет значения. Но опять же, это возможно так. Я вас прекрасно понял, что вы хотите сказать, что даже если ты письменно подал, даже если как живой мужчина отвод заявил, то ты все равно поучаствовал в процессе. Я так не считаю. Это тоже нужно проверять, но я так сделал до второго заседания. Я заявил отвод, но опять же, не как живой мужчина, а от имени человека. Там было написано человек, мужчина, он тон. И соответственно до начала заседания был заявлен отвод. именно в писанном виде. А в самом процессе я участвовал как живой мужчина и вообще никаких отводов не заявлял. Я вообще про них ничего не говорил, хотя мог сказать, что мне стало известно, что до начала заседания было подано через канцелярию, был заявлен отвод. Я хочу, чтобы этот отвод был удовлетворен немедленно. Я мог так сказать, но я специально, у меня была цель быстрее-быстрее и вот, как сказать, чем меньше дров, тем быстрее лес пройдет. Я бы мог, конечно, это заседание растянуть на 8 часов, как с прокурорами. Но смысл, я и так после этого заседания 3 дня восстанавливался. Я столько сил потратил, столько мощи, потому что держать вот эту обстановку и постоянно вот эту всю информацию держать под контролем и, ну, все равно я там 3 ошибки допустил. Я сам за собой насчитал 3 ошибки. Ну, и там живые мужчины тоже помогли, тоже пару ошибок указали. Это вот самое, я вам говорю, это самое интересное, что может быть в жизни, ходить на эти судна, так называемые. это самый лучший аттракцион. Именно там можно понять, кто ты и что ты и на что ты способен. Если бы они в рабочее время не устраивали. не устраивали. Ну, это все можно обходить. Это все решаем. Ну, что, уже сколько? Уже 2 часа разговаривали. 2 часа уже. Можно еще один вопрос, вот актуальный. Я, как бы, в этом деле новичок. Вообще, сам по себе отвод для чего делается и что он дает? И какая цель вообще судебного заседания? Не состояться? Или вот такой вот вопрос? Поясняю. Отвод делается для чего? Почитая законодательство Российской Федерации, вот конкретно Гражданский кодекс, основание для отвода. И там ты увидишь, что, скорее всего, там для основания это личная заинтересованность, прямая, либо косвенно, именно суди. То есть, таким образом письменно заявляется сомнение в честности и беспристрастности. Вот там даже есть такие стадии, советую три отвода заявлять. Первый, это потеря беспристрастности, второй, там еще что-то, и третий, это личная косвенная заинтересованность, либо прямая. То есть, тем самым ты говоришь, что данный судья вообще не имел права рассматривать данное дело. То есть, нету к нему вообще абсолютно никакого доверия, даже по законам РФ. Данные отводы или отводы могут быть положены в основу апелляции, для принятия положительной апелляции. Просто я это все по законам РФ уже прошел, то есть, у меня были вот такие отказы, потом подаешь в апелляцию и указываешь в качестве основания, что был на письменный отвод дан немотивированный, вынесено немотивированное постановление об отказе в удовлетворении отвода и в качестве мотивов указаны совершенно пустые слова, что типа нет, я вас не видел ни разу, мы с вами не знакомы, первый раз вижу и все. И, соответственно, вот это можно положить, то есть, давить на это и сказать, что вот, решение должно быть отменено, потому что нормы права согласно законодательству РФ были нарушены. Это делается для этого. Я же говорю, я сначала по законодательству РФ прошел длинный путь в течение двух с половиной лет и когда вот сейчас я решил наконец-таки обратно вернуться к теме живых, потому что я начинал с темы живых, когда у меня не было знаний и против меня такие репрессии начались, что мне тут и пакет на голову девали, и электрошокером пытали, и психушку сдавали, да, 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 и дверь в квартиру выносили дважды. Много чего было. Поэтому вот когда это все прошел, то есть я сейчас это знаю, как по законам РФ, то есть я вот на это первое и второе заседание я и по законам РФ все запихнул в письменном виде и пришел как живой человек, то есть такие весы на равных, и по законам РФ долблю, и по теме живых. Одновременно, на двух гусеницах еду. Кто, говорю, все эти действия совершил на тобой? А делаю полицейские, отдел по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Они пытались из меня сделать террориста, потом экстремиста пытались, потом американского агента, потом поняли, что у них ничего не получилось, и они решили меня сдать в психушку. Психушки из меня пытались сделать психа, всячески провоцировали, 62 дня незаконно удерживали, не кололи, не пичкали, а потом просто через апелляцию удалось создать прецедент России. Впервые было отменено бессрочное принудительное лечение. Через суд, через апелляцию. Понятно, опыт большой. Это все у меня есть на видео, у меня больше 300 видео, пожалуйста, смотрите. Каждое слово подтверждено в видео, и там намного подробнее все это рассказано. Есть видео захвата моей квартиры, когда они второй раз пришли, дверь вынесли, и у меня полгода квартира стояла без двери, мне пришлось путешествовать полгода по стране, чтобы они по официальной версии искали труп в моей квартире. Я когда вернулся в квартиру, то я увидел, что они даже Wi-Fi антенну открутили, все вынесли. Ну, я имею в виду технику, которая могла бы позволять хоть как-то вести правозащитную деятельность. Ну, естественно, мебель там, вот это все, они не тронули. Они именно компьютеры, там, какие-то фотоаппараты, диски, зарядки, телефоны, ноутбуки, мониторы, все повытаскивали. Минцы не тащили? Отдел по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Они относятся к ОМВД, это полиция. Ясно. Поэтому, то, что я вам даю, вот эти знания, это, вот, по идее, я это все знал два с половиной года назад, но у меня не было возможности протестировать это все. А сейчас, так как тут вот эти, и эти полицейские послетали со своих должностей, и прокуроров я тут в суд затаскал, то есть, вот эти репрессии, они прекратились, не только в отношении меня, но и в отношении всего моего окружения, а это больше двухсот человек. То есть, я сначала себя и свое окружение обезопасивал, а сейчас я опять в эту тему живых выдаюсь. Понесли ответственность? Кто-то понес ответственность? Частично, да. У меня нет, у меня нет цели их наказать, там, посадить. Я обозначил проблему, сделал все возможное, чтобы их наказали, а дальше на суд творца, вперед из песни. Я человек верующий, я прекрасно знаю и до меня доходят и слухи, и информация, что они уже страдают от всех этих действий. Антон, а ты от паспорта отказался? Нет. То есть, он еще действующий у тебя, да? Не у меня, а у персона. Отбирает? Ну, понятно. Да. Ну, планируешь от него избавиться или нет? По этому поводу давайте в следующий раз поговорим, потому что уже два часа разговариваем. Давайте закрывать это видео, потому что мне уже 22 часа у меня тут, и мне еще это видео, как минимум, вот одно часовое видео я монтирую 6 часов, двухчасовое видео мне надо монтировать 12 часов, поэтому пожалейте мое время, пожалуйста. Я для вас же стараюсь. В следующий раз встретимся. Спасибо. Благодарим. Признание и благодарность. Благодарство. Давай на связи. По возможности на связи. Благодарство. Очень благодарно. Давайте, счастливо. Счастливо. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok